Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем нашу работу в прямом эфире. Впереди два, почти два часа интересных дискуссий. Естественно, как вы понимаете, мы в первую очередь будем говорить о выборах президента, о том событии, которое состояло вчера и которому приковано внимание латвийской общественности, я думаю, еще довольно длительное время. У нас сегодня в гостях первая часть социолог и исполнительный директор Балтийского форума Александр Васильев. Добрый день! — Добрый день! Спасибо за приглашение! — Спасибо вам, что пришли. Мы с вами встретились буквально вчера в 10 утра, когда весь процесс начался в Сейме. Вы тоже от и до наблюдали за всем происходящим. Можно ли сказать о том, что вчерашний результат стал в какой-то степени сюрпризом? Почему я спрашиваю? Поскольку было два главных прогноза, что все-таки время изберут. И второй прогноз, наверняка, ничем не закончится вчерашний день голосования, и через две недели будет продолжением Рализонского балета. — Ну, во-первых, хотел бы сказать, что все было предопределено заранее. Если читать один очень солидный журнал, не буду называть его название, чтобы не делать ему излишнюю рекламу, там было сразу сказано специалистами и астрологами, что у Мартина Пондерса Луна в полнолунии была в Сатурне, и это ему ничего не светило. У Сергея Долгополу не совмещались орбиты Плутона и Юпитера. Были некоторые шансы у Левица, но к его Меркурию и Венере очень близко приблизился Марс. Оставался только Венес. В принципе, все это победилось. Эти были прогнозы заранее опубликованы, и специалисты, естественно, те, кто читает серьезную литературу, были полностью уверены в том, что победит Венес. Ну, это такая шутка. С другой стороны, я хотел бы сказать, что, естественно, выборы вчерашнего президента никакого отношения к социологии не имеют. Потому что мы прекрасно знаем, что выборы президента избирает не народ. Выборы президента избирает 100, ну или, как сейчас правильно сказать, 99 умных голов. Да, один депутат же под следствием. К сожалению, под следствием. А для них полностью никакой тайны, кто такой Левиц, Вейвинис, Долгополов или Мартин Бондерс, они не представляли их прекрасно. Они их прекрасно знают. Может быть, это и хорошо, с другой стороны, что не было такой уж совсем темной лошадки. Ну, тогда спрашивается вопрос, а зачем нужна была какая-то дискуссия в средствах массовой информации, опрос общественного мнения, телевизионные дебаты. Они были, возможно, только лишь как излишняя иллюстрация, которая решала проблемы журналистов, освещающих это важное историческое событие в истории нашей страны. Это важно было политикам, которые оправдывали свой хлеб. Ну, наверное, подтверждением в том, что демократические процессы в нашей стране все-таки побеждают, развиваются и вносят важную лепту в развитие общеевропейской нашей цивилизации. То есть это, по большому счету, если так серьезно, если без иронии, то весь антураж, который был внешний, все эти дискуссии, дебаты, это как часть спектакля была, да? Так мы можем считать, если откровенно. Ну, вы учтите, вот если для американца, россиянина, для француза слово «президент», как человек, которого зависит практически все в стране, звучит. Ну, президент Латвии, который царствует, но не правит, который не несет согласно Конституции политической ответственности в свои действия, который имеет представителей в Кунции, ну, наверное, не та персона, которая, значит, имеет определяющий характер в латвийской политической жизни. Хотя, хотя я никогда не считаю, что роль президента Латвии, если у него соответствующие как бы обстоятельства, и он не представляет собой определенную личность, это очень важно, вот, его роль не стоит принижать. И примеры той же Вити Фрейберге, которая, по крайней мере, дважды завернула, значит, важные законы. Или судьбоносное решение президента Ульманиса, который на многие годы предопределил развитие страны, когда он отказал 20 лет назад в пестрой коалиции, значит, с участием Саймникса, Партии Народного Согласия, Зигереста, Партии Кауса, соформирование альтернативы Латвию с Цельшу определили на долгие годы. И мы говорим, мы уникальная страна, у нас 25 лет у руля правые, и нет никакой альтернативы. И меняется... И не видно, что будет альтернатива, да? И фактически не видно дальше. В этом смысле главный вопрос сейчас – who is мистер Вейонис? И сейчас, конечно, вы можете прочитать. Вы знаете, он родился в Псковской области. У него, его ближайшие родственники русские. Он полгода работал учителем биологии. Полгода, да. И из-за этого начинают строить глобальные какие-то вопросы того, кем он будет и как он будет. Но давайте поговорим о том, что делал министр многих кабинетов министров, а их чуть ли не из десяток было, в течение 13 лет 2002 года. Может быть, кто-то помнит и вспоминает сейчас о многострадальной реформе, территориальной реформе, которую многие сейчас критикуют. – Поведь он был как раз министр регионального развития и охраны среды. Или вспомним о том, как страдали предприятия транзитной сферы и наши производственники, когда вводили в стране ударными темпами жесткие экологические нормы. И мы раз за разом проигрывали нашим соседям, которые не торопились исполнять директивы в Брюсселе. Ну, конечно, кто-то сейчас помнит, что вот он там про зеленых человечков что-то сказал. Вот таким образом предложил с ними очень кардинально поступать. Но я думаю, мы должны, наверное, простить бывшего министра обороны. Вот. Ну, кто не без греха? Вот, Абек, положите руку на сердце. Если бы вы в Рижском порту поднялись бы на броню могучего Абрамса, и под вами шевелилась 67-тонная махина, и вдруг подбегает к вам и скажет, «Министр Кунгс, ну куе с дариси так-то сауцами залием цилго оценим?» Ну, если бы вы скажете, ну ва шаусе. А представьте, если бы... Не, я все-таки сначала подумаю. Я как-то так сторонник, что сначала нужно думать. А представьте, если бы его пригласили бы в Москву, и уставили бы за рычаги арматы, и он бы на Красную площадь выехал, помахал бы из люка в сторону трибуны, а там бы всякие президенты Путина, Си Цзиньпин и прочие Назарбаева, ему бы привет и улыбнулись бы. Ну, хотя, кто знает, может быть, впереди еще есть юбилей, в том числе и в Москве для нашего президента. Да, это интересно. Вот так, чтобы мы и закончили тему самих выборов. Ну, мы сейчас не будем действительно заниматься гаданием на кофейной гуще и не будем пытаться выяснить то, что покрыто тайной в соответствии с Конституцией, кто там из депутатов все-таки спас Верениса и проголосовал за него. Но ведь очевидно, если мы делаем общий вывод, что без голосов в позиции, судя по всему, Веренис не мог бы набрать 55 голосов. Не так ли? Ну, по подсчетам, по крайней мере, 13 человек оппозиции проголосовали за его кандидатуру. Ну, ваша версия. Я понимаю, что в голову каждому депутату из оппозиции не влезешь, но ваша версия. Почему они это сделали? Не знаю, не хотелось еще через две недели собираться? Или они посчитают, что Веренис – это меньшее зло? Или еще какие-то были версии? Ну, я думаю, при всем нигилистичном отношении к работе депутата Сайма, ну, лишний раз собраться, по-моему, не проблема. Я уже понял. Это не проблема. Я думаю, это был как раз не тот, значит, фактор, который бы стал определяющим. Я не хочу говорить о какой-то коррупционной составляющей, не, боже мой. Хотя вот эти напряженные… Мы вчера были свидетелями, как напряженно там в кулуарах все встречались, консультировались. Это были только инсультации. Конечно. Да. Вот. Конечно, я думаю, что тот настрой, во-первых, кандидата национального блока, решительный настрой национального блока Эгела Левица, это было и само выдвижение со стороны национального блока, хотя вначале должно было быть все-таки полюбовно. Правящая коалиция должна была полюбовно согласиться, выдвинуть зеленым крестьянам в третью важную пост в государстве, и должно было все, и все должны были быть проголосовать. И выдвигается кандидатура, которая, возможно, далеко неприемлема, далеко не всем. Она вызывает такие острые споры, такую конкуренцию. Я думаю, что в этой ситуации кое-кто из оппозиции, ну, может быть, посчитал бы то, о чем Абеквейс сказали, что из двух зол, ну, если так можно назвать, я прошу прощения заранее вновь извернув президента, надо выбрать меньшее. — Похоже. Так, ну что, у нас много звонков. — Да, конечно. — Сейчас принимать. Добрый день, слушаем вас. — Добрый день. Я по поводу вашего гостя, что сказал такую интересную ремарку, у меня сразу пришло в голову. Может быть, спонтанно, может быть, не к месту, но депутаты это люди не бедные, они тоже люди, так сказать. И период отпусков, я так думаю, что наверняка кто-то из них посчитал, что у них уже путевки куплены, и еще раз собираются, то проблематично будет что сделать с горящими путевками. — Спасибо большое, да. Нет, ну, все-таки будем так точны, чтобы мы никого так голосовым не обвиняли, сессия заканчивается перед Лигой. Поэтому, в принципе, по-любому выборы президента второй этап, если бы мы дошли до второй этапа, они бы состоялись до этого. — Ну, я бы сказал бы так. Судя, конечно, поставив себя на место депутата, конечно, горячая путевка – вещь хорошая, но командировка заграничная лучше. — Все-таки, да? — Да, конечно. — Да, логично, да. Тем более во время работы парламента заграничная командировка, да, это, конечно, хорошо. Вот, Александр, как вам кажется, хорошо, избран президент, мы знаем позицию национального объединения. Почему они так себя вели? Ведь прагматизм, который присущ многим политикам, ведь говорит о другом, что если ты видишь, что твой фаворит, господин Левиц, уже вылетел из списка, остался один Вейнис. Это представитель партнерской партии в правительстве, с которой тебе дальше работать. Почему же ты продолжаешь держаться за Левицей упорно? Какой тут был расчет? Поясните на ваш взгляд. — Ну, я думаю, во-первых, на Левице национальный блок сделал основную, как бы, на вставку. Я думаю, что не случайно. Наверное, все-таки, мы об этом обе с вами говорили, все-таки кандидатура в Вейнице по сравнению с другими, с другими кандидатами от «Зелёных крестьян» она, может быть, была не столь выигрышная. Я об этом, может быть, отдельно скажу, как бы, о своей версии событий. Поэтому она и вызвала. И вот националы почувствовали какую-то слабину, и они и решили рискнуть, выдвинуть своего кандидата. Это один вопрос. А второй принцип деятельности националов, они всегда идут на грани фола. Они всегда подставляют правящую коллицию. Они всегда прессингуют, они по-другому не могут. Это их, как бы, стиль. Поэтому мы, когда в 10 часов вчера пробирались, значит, дверям саймом мы видели, под стук барабана, все кричали, какой бы никакой, но всё-таки громкий довольно, значит, пикет стоял как раз таким коридором. Для кого-то, может быть, это был коридор славы и почёта, кого-то это было предупреждением. Они сделали всё до конца, и они попытались сыграть. Это игра на будущее, на своего избирателя. Их 15-20% радикально мыслящих избирателей латышей – это их электорат избирателей, и они будут всегда, каждый день думать о том, как его сохранить. И ещё вот о чём, как бы, такая конспирологическая версия. Я думаю, что в данном случае не обошлось от, ну, как бы, внешнего влияния на этот процесс. Я думаю, что за несколько лет с известными событиями Латвия из-за дворок Европы превратилась, в том числе и усилиями наших политиков, в некоторое прифронтовое, как бы, государство. А раз так, то должен быть министр обороны, да? Было, помните, было в последний год Буша, сюда прислали послицей учительницу начальных классов, активиста, по-моему, из штата Милуоки. Но это полный абсурд. Сейчас такого себе ни высшие должностные лица Брюсселя, ни Вашингтона позволить не могут. Прислать учителя начальных классов, да? Тем более, если президентом страны из такой проблематичной, часто неуправляемой партии, как «зеленые крестьяне», не могут поставить случайного человека. Человек должен быть… Можно что угодно говорить о министре, а теперь о президенте Вейнисе, но за 13 лет, может быть, он не был замечен каких-то выдающихся достижений в качестве министра, но он был не замечен ни в одном скандале. Лишние проблемы здесь никому не нужны. И это, наверное, один из факторов того, что стояли до конца, до конца на этой кандидатуре. И в этом смысле следующая кандидатура, тот бронепоезд, который стоял на парах, на запасном пути, очень уважаемый мною мэр города Лепа и Улдис-Сескс, проигрывал. Проигрывал хотя бы тем, что если он допустил возможность коалиции в своем родном городе с оппозиционной партией Сасканя, кто может гарантировать, что это же событие не произойдет на уровне всего государства. Да, у него же согласие тоже в коалиции. Представьте, это Шаосмос, Шаосмос, тогда это будет целый скандал. И кто его знает, как рука Москвы, которую часто пугают западного обывателя. В принципе, очень цивилизованные наши оппозиции поступят здесь, в Латвии. Еще один звонок мы, наверное, успеем принять перед перерывом. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Ну, президента выбрали и выбрали, слава богу, только я вашему гостю хотел сказать, что господин Вейнец был замешан в скандалах. Сказать, что он не замешан, так нельзя, но в скандалах, да и в скандалах, вовсе им. Но мне, на мой взгляд, удовлетворило одно позор, позор национальному объединению. И позор не потому, что их кандидат не прошел, это жизнь такая, а потому что он бездарно не прошел, потому что они ничего не сделали для того, чтобы он прошел. Они его просто приволокли сюда, вот так вот, за уши сюда. Они сделали ничего, и это показал первый тур, когда он набрал-то там 24 голоса всего. Они никакой работы не провели. И на мой взгляд, на мой взгляд, именно это сейчас пришло время всей коалиции освободиться от национального объединения. И коль господин Бригман не сказал, что помогло оппозиционной партии, вот эти оппозиционные партии, и в первую очередь согласие призвать работать в правительстве. — Спасибо. Вот давайте мы сделаем так, Александр, если вы не против. Вот такую интригу мы сохраним по поводу согласия, вот идеи, да? Но вот что касается... До перерыва прокомментируйте эту часть такой реплики по поводу националов, что они как-то бездарно проиграли. Ну, сложно сказать, кто тут проиграл. — Ну, я бы не говорил так, что они бездарно проиграли. Они играют не хуже и не лучше всех остальных участников политической жизни. — Как могут, так играют, да? — Ну, какая у нас бедная, вот такой, не стреляйте в пианиста, что называется. Да он играет, как умеет. Точно такой же уровень часто показывают и другие партии, как правящие, так и неправящие. Ну, к сожалению, вот какая страна... — Такие политики. — Яке держава таких, и тирахт, говоря анекдотом. — Да. Александр Васеев, у нас в студии социолог, исповедник директора Бартийского форума. Я вижу, что очень много звонков. Давайте действительно прервемся. Время уже подошло на новости и рекламу короткие. И потом вернемся в студию. — На одной волне с городом. Радио. Радио. Балком. — Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаю работу в прямом эфире социолог Александр Васильев. У нас в студии исполнитель, директор Балтийского форума. Вот вторая часть реплики нашего радиослушателя. Потом тоже будем принимать звонки. Который сказал, что, ну вот, может быть, теперь пора уже националиста выкинуть из правительства и вот взять согласие. Насколько это реально в нынешних условиях, если откровенно? — Думаю, это мало реально. Постараюсь как-то пояснить в цифрах. Если брать меньше... Ну да, национальный блок Infanterible. Вот такой вот в семье, не без национального блока. — Да. Вот, но заменить очки кем можно. Двумя вот этими небольшими осколочками из, значит, непонятного коллектива, собравшийся вокруг нашего бывшего госконтролера, они, в принципе, вроде как солидные, но они малопрогнозируемые. Регионалы, где там, как тот же Артус Кайминч регулярно не вылазит из одного-другого скандала, то еще больше себе ослабить как бы свою поддержку. Националы как бы уже свои родные, они вот уж к ним как-то вот природнились. — Природнились как-то уже, да? — Да, природнились, но свои, ну вот такие вот, свой сукин сын все-таки, говоря словами одного американского президента. Да, принципиальная альтернатива — это пригласить согласие. Но есть один важный момент. В отличие от прошлого Сайма, в этом Сайме решающая роль и решающая партия, которая может создать любую конфигурацию, это зеленые крестьяне. — Не единство, а зеленые крестьяне. — Нет, именно зеленые крестьяне, потому что зеленые крестьяне имеют опыт сотрудничества и с единством национальным блоком с одной страны, и у них была определенная степень, она существует, степень доверия, это очень важно, степень доверия, в том числе с оппозиционной партией и согласия. Да, но есть одно большое «но». Можно сколько угодно ссылаться на интервью одного известного венсповского политика, который критикует НАТО, который высказывает очень прагматичные рассуждения о важности сотрудничества с восточными нашими партнерами, ряда других вопросов. — Все правильно говорит. Но сами зеленые крестьяне состоят по крайней мере из трех частей, и одна из этих частей по националистическому своему такому настрою не уступает политикам из национального блока. Тогда часто в этом случае зеленые крестьяне, которые не являются однородным объединением, будет стоять возможность раскола. В этом случае, опять же, из двух зол выбирают меньше. Будем мучиться со своими национал-радикалами, нашими родными национал-радикалами. — То есть правительство не изменится? — Так можно это воспринять? — Да, конечно, сегодня прозвучало. Ну, осенью там что-то где-то. Но, может быть, это амбиции самой Солвиты Аблтыни, которая засиделась где-то на вторых ролях. — Может быть. — Или какие-то политические амбиции других политиков. Пока такой чисто утилитарный, прагматичный взгляд. Мне очень бы хотелось, чтобы политики с согласия вошли, и произошел качественный скачок. Но многие внутренние и внешние, и это тоже немаловажно, реалии нашей жизни говорят о том, что согласию, к сожалению, пока мало что светит. — Да. Ну что ж, за что нам светит очередной звонок наших радиослушателей, уважаемых? Добрый день. Слушаем вас. — Добрый день, Константин. — Да. — Хочу предложить вам проанализировать первые уже прозвучавшие высказывания новоизбранного. Новоиспеченного, новоподжаренного президента, а по поводу его мета-проживания. Заметьте, человек высказывает суждение, что он не будет переезжать, что он не будет пользоваться официальными резидентами, будет жить у себя в многоквартирном доме. Человек настолько погружен в самолюбование эгоцентрическое, что за этим заявлением не заметил за своим собственным пафосом и целым своим размером одной простой вещи. У госслужбы охраны президента есть протокол охраны первого лица. Они все равно будут действовать по этому протоколу. Нравится ему это или нет, его никто спрашивать не будет. Следовательно, два раза в день, поезжая на работу и возвращаясь с работы, он будет устраивать кромешный ад для своего города, родного, про который он говорит, что он его любит, и для окружающих соседей. Это зачистка, перекрытие улиц. Это охрана подъезда. Это постоянное наблюдение за местом жительства первого лица. Соседи сейчас уже стонут от партёра. Что будет через год. И вот этот вот выскочка даже не соизволил задуматься, кроме самого себя, о том, что он несёт своим решением для народонаселения Латвии. С чем можно выразить только соболезнования нашему народу и нашей стране. Потому что это политик уже новой формации, молодое поколение. Мы видим в его лице, на его примере, что нет людей и государственного уровня, которые в мудрости своей хотя бы думали об окружающих, а потом уже занимались самолюбованием. Это крайне прискорбный факт. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, по-моему, интересный очень комментарий. Мне кажется, что сам господин Вейнис даже не задумывался о последствиях такого шага, когда он продолжает жить в многоквартирном доме. Ему казалось, что это такой верх близости к народу. Что, видите, я там не переезжаю в какую-то резиденцию, а вот буду жить в обычном многоквартирном доме. Ну, простим ему это. Вы знаете, многие зеленые политики, зеленых партий, они придерживаются таких этих самых флагом и в руки. Жизнь, она всегда поправит. Я думаю, я не уверен, что протокол охраны настолько строг в Латвии. Это все-таки не Россия, не Соединенные Штаты Америки. Вот, да, конечно, наблюдение будет. Будет, если понадобится, и многоквартирный дом будут охранять, и в коридоре будут сидеть, значит, под дверями. Если так, он действительно решит. Есть ли целесообразные зогры каждый день ездить туда-обратно? Большой вопрос. По безопасности предыдущий президент, нынешний, еще пока действующий президент, он совершенно спокойно ходил из своей квартиры в старого города, в канцелярию, его можно было встретить. И да, конечно, один-два человека за ним следовали, но это не создавало больших проблем. Я думаю, что жизнь поправит его. Может быть, это будет не резиденция, может быть, еще как-то что-то другое. Но, видимо, тоже из резиденции из Юрмала переезжать в Огро через Ригу, наверное, тоже большой кусок. Вот. Думаю, что найдет какой-то вариант. Пускай будут маленькие. Я думаю, что какие-то маленькие популистические замечания в начале его деятельности, главное, чтобы, прости моему, главное, чтобы потом он бы мог внести что-то существенное, реальное. Вот я только боюсь, что предыдущая деятельность его на посту министра никаких-то реальных достижений, каких-то эффективных поводов для оптимизма не дает. Я думаю, что те люди, которые его выдвигали и продвигали, как раз и рассчитывали на это. Не надо нам сюрпризов, пускай все будет по-прежнему в наших национальных цветах серенького, коричневого, чуть-чуть зелененького, и все это будет окей. Вот так вот. У нас много звонков, но, тем не менее, еще один вопрос хотел от себя задать. Вот мы сейчас в первой части больше проводили параллели между Вейнисом и Левицем. Но уже выборы случились. Вейнис – следующий президент, преемник Берзинча. Можно ли сейчас его сравнивать, пытаться с Берзинчем? Ну, мы знаем, что Берзинч достаточно был дипломатичен, по крайней мере, что касается внешней политики. Если так вот откровенно взять Берзинча, Грибовскайта и Илвиса, ну, по отношению к России он был наиболее мягок. Что это дало для латвийско-российского отношения, это, может быть, другой вопрос. Но, тем не менее, он не замечен какими-то скандальными высказываниями. Вот как Вейнис будет? Ну, тут, как правильно заметил предыдущий, звонивший нам радиослушатель, он сказал, что он все-таки представитель другого поколения. Не знаю, может быть, кто-то не согласится со мной, но я считаю, что у пока еще нынешний действующего президента были все, все возможности для того, чтобы быть, ну, по крайней мере, ну, если не выдающимся, то очень таким как бы продвинутым президентом. Ему, на мой взгляд, помешало как минимум два фактора. Первое, конечно, его возраст. Может быть, даже не столько возраст, сколько, может быть, такие как бы жизненные кондиции, которые не позволяли ему поражать нас такими как бы выхлестами энергии. Второе, те немногие встречи, которые у меня были с президентом, я принимал участие в двух встречах с руководителем СМИ России и восточных стран, показали вот какую-то странную, какую-то, значит, энергичность его советников. Еще не закончил, заканчивал вопрос какого-то вот представителя того или иного журнала из России или газеты, или там, я не помню, из Украины или из Белоруссии, а советники уже ему нашептывали какой-то конкретный ответ. Поэтому мне, конечно, он очень симпатичен, он выгодно, на мой взгляд, отличается от, отличался и от своего литовского и эстонского коллеги, но, наверное, нынешняя ситуация, в которой находится наша страна, требует более энергичного руководителя главы страны. Возможно, возможно, Вейвинис себя покажет. Есть такая, может быть, такая неудачная параллель нашей маленькой страны со святым престолом католической церкви. Так. И вот, например, Павел, не Павел, Иоанн 23, это был, по-моему, он вступил на пост в 58-м году, я могу ошибиться. И он был такой, как бы, сторонник консервативного мышления и так далее. А став папой римским и уже зная о том, что он смертельно болен, он развернул такую реформаторскую деятельность и одной уже могилой, стоя ногой в могиле, созвал Второй Вселенский собор. И дальнейшие реформы и Павла, и Иоанна Павла I, II и сейчасшнего как раз базировались именно на этом. Или его сторонник, его тезка, который был за 500 лет, он тогда притворился больным в 69 лет и говорит, изберите меня, я спокойно доведу, как бы, это дело до конца без изменений. И потом с 69 до 74 лет жил и опять, это, по-моему, был Иоанн 22, провел такие реформы, которые изменили облик церкви. Но здесь решает один человек, и я боюсь, Вейнис не тот, который будет брать на себя инициативу и использовать по максимуму те небольшие, те маленькие, не представительские, а загонодательные и руководящие функции, которые даются президенту нашим Сатверсом. Так, давайте прием, звонок, добрый день, слушаем вас. Добрый день, сейчас приемничек, вы понимаете, какая вещь? Вот говорят, оппозиция проголосовала, а кто-то там, оппозиция выбрала наименее, как вот вы и вы говорили, наименее, так сказать, наилучший вариант из того, что предлагалось. Вот так бы я, из того меню, что предлагалось. Что там было бы в меню, которое там 12 числа было бы, этого никто не знает. И теперь Лидока, вот я там слышал по телевизору, он так аргументировал, что никто не хочет 12 числа возвращаться к тем же самым персонам, и потому мы вот так вот согласились, я сам это слышал, никто не говорил. И я понимаю так, что действительно избрали того, кто на сегодня наилучший, к сожалению, к большому сожалению, лучшего нету. Вот вы что-то сделаете, что есть, то есть. Спасибо. Вот такая русель. Не знаю, я не согласен со словом наилучшим. Вообще, слово наилучшее для президента, это как-то, ну, чем сравнивать, какие критерии? На мой взгляд, наилучший был бы Улдисеск или тот же мэр Равенч, мэр Гелгова, на мой взгляд. Вот. Из тех, кого были на этом туре голосования, да. Но я уверен, что во втором туре голосования вряд ли бы национал-радикалы осмелились бы снова продвигать своего кандидата. Им бы уже объяснили, вы свой шанс использовали, попортили нам крови, пожалуйста, подите в сторону. Я думаю, что с этой кандидатурой бы и другие оппозиционные партии бы подумали. Я не думаю, что была бы такая толкотня из четырех кандидатов во втором туре голосования. А потом не надо как-то недооценить депутатов, лишний раз собраться, обменяться мнениями, потолкаться в курилке, попить чашечку кофе. Я думаю, что они, в принципе, не против, несмотря на горящие путевки. Все-таки? Я думаю, что да. Я думаю, это было неопределяющим. На мой взгляд, ничего страшного, выдвинули бы еще один тур, и другие кандидатуры, может быть, были более приемлемы. Но я думаю, что тогда бы вот этот фактор неопределенности во главе государства, риск этого резко бы возрос. Я думаю, что многие люди, которые имеют, живущие как в Латвии, так и в НИИ, которые имеют реальное влияние на нашу политическую жизнь, вот с такой бы интригой, развитие интриги, с таким бы риском бы не согласились. И они сделали все, все возможное, чтобы вчера случилось то, что оно и случилось. Ну что ж, последний звонок мы сейчас принимаем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, я хотела сказать, насколько люди изначально предвзятые, переполненные такой злобой желчи. Вот человек звонит, может быть, он будет худшим президентом, может быть, лучше, мы же не знаем, но начинать с того, что говорит так велеречиво, что народонаселение будет страдать от того, что он живет в Огро, ну какой-то просто абсурд. А что, жителям Юрмала, значит, надо страдать от того, что он будет жить в Юрмале, про это он не подумал вообще. И надо сказать, я давно живу в Юрмале, и жила в Вике Фрейберга в Юрмале, и не было никаких абсолютных затруднений. Вот зачем человек высасывает без пальца какую-то свою желчь и уже заранее злопыхает? Вот для чего это? Вот интересно. Спасибо. Вот и такое мнение. Я очень соглашусь с автором, со звонком этого нашего радиослушателя. А почему нет? Может быть, рядом появится какая-то асфальтированная дорожка, там детская площадка дополнительная. Может, как раз хорошо будет, да? Конечно, конечно. Будем оптимистами. Все-таки президент наш, который столь давно был руководителем именно министром регионального развития и защиты и охраны среды, сделает вот эту вот среду своего родного города Улогра еще более благоприятной для человека. Хорошо. Тогда, может, последний вопрос. Поскольку вы все-таки исполнительный директор Балтийского форума, я думаю, что многие радиослушатели, которые следят за политикой, прекрасно знают, что это вот та организация, которая проводит ежегодные очень интересные конференции экспертов, в том числе, что это редко по нынешним временам с привлечением российского экспертного сообщества и действующих политиков нашей соседней страны. На ваш взгляд, ваше ощущение, Вейнису удастся, я понимаю, что он не ключевая фигура во внешней политике Латвии, но ему удастся как-то, вот не знаю, навадить конструктивный диалог, кстати, об этом вчера спрашивали журналисты Вейниса, с Россией, я имею в виду. Ну, хотелось бы надеяться. Хотелось бы надеяться, в принципе, зная немножко так, частично следя за его деятельственным министром, все-таки нельзя отказать в определенном прагматизме. Человек, который придет, как бы ни было его, урезанные его властные полномочия, он должен понимать, что главная твоя задача, главный твой приоритет – жизнь, в первую очередь, жить в мире со своими соседями. И с запада, и с востока, с юга, с севера. И что бы мы ни делали, ну, пограничная речка зилопа будет разделять нас с Россией. И у президента немного, конечно, полномочий, но опыт предыдущих президентов, той же Варити Фрейберге, показал о том, что несмотря на то, какие у тебя есть предубеждения, но ты можешь наступить на горло им и сделать какой-то шаг. Вот. Я все-таки на это надеюсь. Что касается Балтийского форума, мы будем проводить конференцию, она состоится 12 сентября, и определяющим фактором обе, вы здесь абсолютно правы, мы пригласим не только экспертов из Европы и Америки, их приглашают многие наши коллеги, но в первую очередь это должны быть российские эксперты на очень высоком уровне, об этом я сейчас говорить не буду. Это будет страна восточного партнерства, и это будет такая важная страна для всех нас, как Китайская Народная Республика. Последние пять лет оттуда приезжали эксперты самого высокого уровня, и это будет определяющим звеном. Только лишь тогда можно говорить о каком-то диалоге, о каком-то масте, когда выслушивается мнение и с запада, и с востока. И я думаю, вот та единственная возможность была, возвращая сегодняшнюю нашему разговору, Рабик, о конференции, о саммите восточного партнерства. Вот если бы наши дипломаты, а у них такие планы в начале год назад еще были, могли бы хотя бы в качестве наблюдателей пригласить россиян на этот наш саммит, его бы не только результаты, но сама хотя бы атмосфера была принципиально другой. И роль Латвии была бы в Евросоюзе совершенно другого, нежели то мероприятие, которое, не дай бог, станет могильной плитой на том же и в восточном партнерстве, и на отношениях России, восточных стран и стран Запада, Европы и так далее. Да, спасибо, не успели мы обсудить вот саммит восточного партнерства, но, в принципе, вы уже все сказали, по большому счету, к сожалению, это еще один саммит неиспользованных возможностей, судя по всему. Александр Васильев, у нас был в студии, социолог, исполнительный директор Балтийского форума. Спасибо большое. До свидания.